Здравствуйте, меня зовут Костецкая Светлана Александровна, я врач-эндокринолог. В прошлом выпуске мы начали разговор о таком важном заболевании, как остеопороз. Хочу напомнить, что остеопороз бывает первичный, который называют ещё старческий или постменопаузальный и развивается после 50 лет, а также вторичный, причиной которого могут быть употребление большого количества кофе, газированных напитков, алкоголя, курение. При таких сопутствующих заболеваниях, как сахарный диабет, патология почек, повышенная функция щитовидной железы, а также малоподвижный образ жизни. Какие же основные клинические проявления остеопороза? Клинические проявления остеопороза вы можете обнаружить у себя сами. Если вы заметите уменьшение роста на 1-1,5 см, ухудшение осанки, искривление позвоночника, намного позже присоединяются боли в грудном и поясничном отделе позвоночника при незначительной физической нагрузке. С этими признаками вам необходимо уже обратиться к врачу или травматологу, или эндокринологу. Так как остеопороз поражает все кости одновременно, то перелом может произойти при самых обычных физических нагрузках. Конечно, самые тяжелые переломы – переломы тел позвоночника и шейки бедра. Это переломы, которые приводят к обездвиживанию и сокращают продолжительность жизни более чем на 20%. Если вы обнаружили у себя вышеперечисленные жалобы или симптомы, необходимо обратиться к врачу-травматологу или эндокринологу, ведь это заболевание легче профилактировать, чем лечить. В следующей передаче мы поговорим о диагностике остеопороза. Будьте здоровы!